Здравствуйте! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на февраль 2021 года для вас, уважаемые львы. И поговорить о том, что же будет происходить в этом месяце. Как он повлияет на ваши дела, на ваши планы. В чем он вам может помочь, чем небеса могут вам помочь, а в чем они будут строить препятствия. Дело в том, что в этом месяце мы живем под очень сильным влиянием Урана, Сатурна. Если вы помните, да, из моего общего прогноза наверняка слышали, я там говорила об этом. А также знака Водолея. А Водолей, как вы наверняка знаете, это знак, который противостоит вам. Он находится от вас на расстоянии 180 градусов на зодиакальной оси. И говорит, на зодиакальном круге даже. И говорит о том, кто является вашим, ну таким, визави, постоянным, да, перманентным визави, оппонентом, вашим настоящим другом и настоящим возлюбленным. То есть знак Водолея, он в какой-то степени определяет тот типаж человека, которому вы всегда будете неравнодушны. Который всегда будет как-то очень-очень сильно вас трогать. Трогать, да, эмоционально в первую очередь вас трогать. И знаете, вы можете со мной не согласиться. Я понимаю прекрасно, почти, ну на каждый знак у нас приходится почти 500 тысяч жизней. Да, господи, 500 тысяч, 500 миллионов жизней. Ну понятно, но не всем нравится, не всем львам нравится Водолей или категорически не нравится. Но я говорю не о солнечных водолеях, например, если мы говорим, да, о знаке. Я говорю просто о типаже водолеевском. Вот как бы водолей, ну как любой знак, он определяет какой-то типаж, какие-то характеристики человека. Вот эти характеристики вас всегда будут цеплять. Ну и, скажем так, этими характеристиками, подходя к теме, да, наполнен весь февраль. То есть весь февраль, он цепляет вас, он включает вас, он делает, он создает для вас вызов, он создает для вас ситуацию борьбы, противостояния, конфликта, дружбы, любви, симпатии и так далее. То есть вы находитесь в динамике, и этому очень способствует положение сразу нескольких планет в Водолее. Солнце, ретроградного Меркурия, Венеры. А ближе к середине февраля там еще произойдет и новолуние. Да, значит там будет еще и Луна. То есть в знаке Водолея, который находится в противоположной части от вас, зародится как бы новая ситуация, которая как минимум продлится ближайшие 30 дней. Это будет в районе 11 февраля, поэтому для вас вообще это новолуние достаточно важное, да, так как оно происходит на вашей вот этой вот оси отношений, по сути дела, с миром и с каким-то конкретным для вас человеком. Для львов одиноких это может быть вполне, может быть временем и создание отношений с другим человеком. Это может быть временем и когда будут, скажем так, какие-то интересные события происходить в вопросах знакомства, в том числе и профессионального взаимодействия. То есть не упустите этот период, потому что этот период он может принести в вашу жизнь очень важную поддержку какого-то другого человека. Это может быть человек новый, а может быть это кто-то из вашего уже круга знакомых, даже дальнего круга знакомых, который сблизится с вами, да, на порядок станет вам ближе в этот период. Но, пожалуй, до полнолуния произойдет еще несколько важных событий, на которых стоит обратить внимание. В начале этого месяца, 1, 2, 3 февраля, оно будет посвящено конфликту между вашим управителем, нашим светилой солнышком и Марсом. И этот конфликт, ну, скажем так, он может стать затяжным не потому, что Марс какая-то такая, ну, очень важная, очень глобальная планета, а потому что знаки, в которых происходит этот конфликт, они сами по себе фиксированы. А фиксированные знаки водолей, телец, лев и скорпион, если в них что-то происходит, то чаще всего это на длительный период создается такое событие. Поэтому, пожалуйста, следите за новостями, которые к вам придут в первых числах февраля, может быть, в конце января. Потому что это может быть тем временем, когда произойдет какая-то внезапная ссора, внезапная сложность, которая при том приведет к долгому противостоянию, долгой вражде. Ну, вы не тот знак, который вообще любит враждовать. Вы понимаете знак теплой любви, теплой, дружеской, взаимной любви, в которой вы, конечно, должны быть покровители. Ну, как бы любой огненный знак, он не совсем понимает паритеты в отношениях, да, и для любого огненного знака все-таки лидерство это главное. И пусть оно будет неформальным, и пусть оно будет не очень очевидным и заметным, но оно должно быть. Вот, и я думаю, что именно из-за этого вы не допустите какого-то такого, ну, вот существенного провала в отношениях с другими людьми, но вам будет очень сложно в эти дни, ну, вот планировать какую-то такую конструктивную работу с другими людьми, потому что они вам будут ставить палки в колеса, а вы будете ощущать при этом какую-то свою немощь. Да, все-таки солнце, ваш управитель в этом месяце находится в Водолее, а это для него не очень сильное положение, которое говорит о том, что он нуждается в поддержке других людей. И, собственно говоря, вы тоже, значит, будете в таких вещах нуждаться, а вот в первые несколько дней февраля этой поддержки можете не получить. И еще важным временем будет 7, 8, 9 февраля, ну, вот прямо вот перед вот этим вот новолунием. И это будет время, когда у солнца будет соединение с ретроградным Меркурием. Вот здесь надо быть очень аккуратными в общении с другим человеком, особенно в договоренностях. Во-первых, ждите неприятностей в том смысле, что кто-то явно, так сказать, съедет с темы обещаний. Ну, этим кем-то можете быть и вы, безусловно, конечно, да, не всем. Все мы не без греха, как говорится, но при этом это может быть кто-то и другой, который вас подведет. Потому что вы, возможно, на эти договоренности очень рассчитываете, но они не случатся. И надо обязательно уже сейчас понимать, что если событие так планируется, что вот как раз на этот период у вас должен быть какой-то этап. Этап реализации каких-то договоренностей, да, то надо его подстраховать этот этап. Да, надо продумать, а что будет, если все-таки на этом этапе этот человек, эта группа людей, эта ситуация примет, ну, скажем так, будет по-другому развиваться. Этот человек откажется от своего слова. То есть себя подстрахуйте, не ставьте, ну, не подставляйте себя. Ну, что касается второй половины месяца, то она более позитивная. И она связана с переходом вашего управителя в знак рыб. Ну, знак рыб для вас, конечно, это водная стихия, вы огонь, да, рыбы водная стихия. А характеристика, качество водной стихии не совсем поняты для огненной. Ну, собственно говоря, вообще непонятны, да. Вы помните, огонь тушится водой, огонь тушится водой. Поэтому, скажем так, тут энергии на порядок меньше всегда, когда солнце идет в недружественной для вас стихии. Ими является вода и является также земля. Так что вот со второй половины месяца ощущение будет такое, что энергия идет на спад. Меньше хочется какой-то публичности, демонстрации чего-то. Меньше хочется контакта с другими людьми. То есть вот по идее весь тот накал страстей, который вам принесла вторая половина января, первая половина февраля, он будет спадать постепенно. Поэтому все актуальные моменты, конечно, надо решать до 20 февраля. То есть, по сути дела, до перехода солнца в знак Водолея. Но у солнышка, тем не менее, у вашего управителя есть еще, так сказать, порох в пороховницах. И он выражен тем, что солнце будет в аспекте к планете Уран в районе 26 февраля. Это событие, которое будет непосредственно связано еще и с полнолунием, которое произойдет 27 февраля в знаке Девы. Само по себе это полнолуние не так для вас ощутимо, само по себе полнолуние, по крайней мере, по знаку. Но так как оно будет в аспекте со знаком, извините меня, с планеты Уран, то явно может принести какие-то прям неожиданные изменения, неожиданные обстоятельства, которые все поставят на свои места. Чем хороша фаза полнолуния? Тем, что она дает ясность. Мы прозреваем в чем-то. Наконец-таки мы получаем тот пул информации. Все складывается вот так по полочкам, ибо понимаем, к чему все было и что с этим делать. Так вот, да, в общем, два русских старых вопроса становятся сразу на свои места. Кто виноват и что делать? И как раз-таки в этот период у вас, действует на вас планета Уран, так что какие-то обновления, которые все поставят на свои места, вот эта ясность неожиданная совершенно, как, знаете, как в виде инсайта, придет к вам в конце, в самом конце месяца. И, собственно говоря, надо ей воспользоваться. Да, это сложный аспец с точки зрения планирования, да, потому что как планировать Уран? Ну, никак, собственно говоря. Когда у нас Уран работает, мы ничего не планируем. Мы просто созерцаем и, знаете, как на гребне волны плывем. Вот волна вынесла, классно, мы пользуемся моментом. Волна захлестнула, ну что делать? Значит, пытаемся выплыть. Пытаемся выплыть и не задохнуться, да, в тоне этих событий, которые происходят. В общем, как бы февраль вас держит до конца, до конца в напряжении, как хороший, как хороший голливудский качественный фильм. Поэтому наверняка вы просмотрите качественный материал в феврале этого года и получится продуктивный, собственно говоря, продуктивный месяц, который, да, где-то будет перенапрягать вас, где-то будет излишне расслаблять, но в целом будет держать вас в какой-то такой хорошей, на какой-то эффективной, хорошей эффективной волне. Я вас еще раз приглашаю в свои социальные сети. Напоминаю, что там я быстрее отвечаю на комментарии, если у вас какой-то есть вопрос. Но задайте его быстрее там, чем здесь. И для этого вам нужно перейти по ссылкам в описании под этим видео мой инстаграм или фейсбук. Но в инстаграме, конечно, это приоритетнее. И желаю вам всего наилучшего. Желаю вам, конечно, крепкого здоровья и хорошего настроения, а также новых встреч со мной. До свидания.